Многие из нас хотят улучшить свое материальное положение, но сегодня я расскажу тебе, как стать миллионером, как заработать свой первый миллион на обработке от клещей. Досмотри это видео до конца, и ты многое узнаешь. Да, многим не терпится уже как можно быстрее стать миллионерами, поэтому долго затягивать я не буду. Возьмите ручку, листочек бумаги, и сейчас будем записывать. Обязательно пишите, как можно более подробно. Ну и некоторую важную информацию я буду выводить на мониторы, на ваши. Итак, для начала заходим в госзакупки. Есть несколько тендерных площадок, одни из самых распространенных это закупки гоф и так далее. Но их немало, но опять-таки не очень много, как бы самые распространенные несложно выдаст практически любой поисковик. Далее смотрим на тендера. Тендера смотрим по аккорицидной обработке по своему городу. Потому что, конечно, в соседний город ездить вам будет далековато, ну и можете по другим ближайшим городам посмотреть. Я не буду рассказывать о том, как зарегистрироваться на этих площадках, о том, как открыть ИП, как открыть ООО, как получить электронную подпись, как получить АКВЭД по дезинфекции, дезинфекции, диротизации, различные получения обучения корочек, работы с тендерами, все это долго и сложно. И у нас сейчас просто на это нет времени, потому что нам надо зарабатывать свои миллионы. Итак, наша мечта уже совсем рядом. Мы находим наш город, выбираем его. Я не буду говорить о всех городах, я расскажу лишь о примере своего города, в котором я живу. Ну и еще несколько других городов, которые я знаю, я их не буду называть, но там есть знакомые, там эти города я тоже смотрел по тендерам и какая там ситуация. Итак, смотрите, мой город населения 180 тысяч человек. По коррецидной обработке это примерно 300 гектар. Цена контракта, по-моему, что-то около 700-750 тысяч рублей. Если взять город побольше населения, ну, к примеру, 300-500 тысяч человек, такие средние, много таких крупненьких достаточно городов, то, конечно, тут объем будет площадью совсем другие, большие, будет больше. Где-то примерно 500 гектар, вот, ориентировочно. Но, опять-таки, это тоже все зависит от парков, от скверов. То есть, чем больше парков, тем больше площадь этого города. Может быть, и такой же город, как у меня население, ну, может быть, площадь раза в два больше по коррецидной обработке, а может быть, и наоборот, меньше раза в два. Поэтому так усредненно, к примеру, возьмем город с площадью обработки по коррецидке, это 500 гектар. И вот он, миллион, а то и даже чуть-чуть больше рублей этот тендер будет стоить. И это супер. Итак, а теперь давайте начнем считать. А может, не стоит считать? Нет, все-таки начнем. Это необходимо. Итак, для начала, что нам необходимо для того, чтобы выполнить эту работу и обработать территорию от клещей? Обработать ее качественно мы с вами не будем говорить, потому что в основном те, кто участвуют в тендеры, слово «качество» оно имеет, ну, более второстепенное значение. Не буду говорить обо всех, но в большинстве случаев это все-таки так. Итак, что же нам нужно для начала? Так, 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 так. Ах, да! Препарат! Да, препарат это такая достаточно неплохая статья расходов в этом. Итак, по препарату. Расход препарата идет 100 мл на литр на невпитывающей поверхности разведенного препарата и 50 на, вернее, 50 на невпитывающей и 100 на впитывающей. Если в вашей территории эти 500 гектар застелены кафелем, то лучше посчитать будет 50 мл. Ну нет, это будет трава. Поэтому, как минимум, считаем 100 мл. В идеале, конечно, больше, но идеал нам с вами не нужен. Нам нужны деньги. Итак, получается, на 1 гектар мы тратим 1 литр препарата готового. Почему это так сказал? Потому что еще и по концентрации препарата. Давайте посчитаем. В инструкции написано примерно от 7 до 12 мл на литр. 7 мл это уж совсем по минимуму на такие легкие газончики. И 12 мл это если численность большая, либо клещи дермоцентровые. Но по численности и по каким клещам мы с вами это тоже не знаем, потому что необходимо делать проверку с флагом долго-долго ходить. Мы это с вами тоже делать не будем, потому что некогда. Нам надо зарабатывать миллионы. Итак, делаем 10 мл на литр. Давайте будем откровенными. 12 мл, там 14 мл, вряд ли кто-то делает на тендерах. Итак, 10 мл на литр. Итак, у нас с вами получается 100 мл на 10 литров и 1000 мл на 100 литров. 100 литров надо потратить на эту площадь. Итак, считаем 500 гектар наши. Это 50 литра препарата. 50 литров. В тех заданиях, в актах часто очень пишут, что используется СИПАЗ. Цена СИПАЗа, это, я посмотрел, что зашел в интернете, 2,5-3 тысячи. В некоторых местах доходит цена до 4,5 тысячи рублей. Но даже если 2,5 тысячи рублей, то все. В принципе, на этом можно уже заканчивать было бы видео. Итак, это получается на препарат. Нам ушло бы по минимуму примерно 1,250, 1,5 млн рублей. Так, невыгодно, абсолютно невыгодно. Препараты ищем подешевле. Берем, к примеру, обычный ЦИПЕРМЕТРИН. Купим мы его, его цена примерно в среднем, если так посмотреть по интернету, там самое дешевое от поставщиков и прочее, если мы найдем, это 1200 рублей. В среднем он в рознице по 1500 рублей. Но за сколько мы его купим? Правильно, за 1000 рублей будем искать. Нам с вами не важно, это просрочка, какой-то он перемороженный, какой-то краденый, я не знаю, там где-то разлитый, кем-то добытый, потому что в основном это так и делают. Так, самый-самый-самый дешевый ЦИПЕР ищем. За 1000 рублей покупаем и на препарат у нас уходит 500 тысяч рублей. Да, делаем все по минимуму, все самое дешманское, 500 тысяч рублей. А если даже этот дешевый ЦИПЕРМЕТРИН делать по, покупать официально нормально по 1500 рублей, делать 12 миллилитров, то это уже опять-таки уходит цена практически миллион. Да, немножко грустновато, но на этом не будем останавливаться. Второй пункт, это время и силы. Итак, давайте начнем тоже считать. Один штиль, это по примерно 14-15 литров, потому что обработка производится штилями. Ну, штиль это бензоопрыскиватель, я так вообще называю, потому что чаще всего все-таки они используются в работе. Но в целом это бензоопрыскиватель, бензомотоопрыскиватель. Четыре штиля, это получается, если штиль примерно сколько обработал, я огромное количество уже территорий и точно могу сказать, сколько это. То есть примерно один штиль тратится за 15 минут работы. Четыре штиля, это один час работы, но это с помощником. Потому что для того, чтобы заправлять штиль, чтобы подносить воду, это все необходим второй человек. Один человек в костюме противогазе и уставший это сделать не сможет. Нужно как минимум два человека. Итак, один гектар это 100 литров препарата или примерно 7 штилей. На 500 гектар сколько нам нужно вылить? Считаем, это получается 50 тысяч литров. 50 тысяч литров готового препарата или 3333 бензоопрыскивателя. Как я уже сказал, за один час мы тратим с вами 4 штиля. И поэтому мы с вами получаем 833 часа. За 833 часа мы вот эти с вами 3333 бензоопрыскивателя потратим. Это сделает два человека. То есть, как я уже говорил, если было бы это удобно, и тут же прямо шланга бы заправляли, но это абсолютно не так. Потому что это обработка городских территорий и прочего. То есть, даже тот человек будет упахиваться только так. Это необходимо будет подвозить воду. А подвозить ее явно будет надо не в полторашках и не где-то там в карманах. Это нужно подвозить специальным хотя бы кубом на автомобиле на специальном, либо на прицепе. Необходимо огораживать территорию, предупреждать это. Ну, конечно, может сделать один человек, если у него есть там ближайший знакомый друг или вообще брат, где-то в больнице, которая лечит геморрой и грыжу. Других вариантов я тут просто не вижу. Итак, как будем работать? Обычно акарицидные обработки проходят утренние и в вечерние часы, когда не сильно жарко, потому что при температуре 27-30 градусов перетроиды уже начинают нейтрализоваться. Ну и, конечно, безветренная погода. Итак, конечно, про ветер мы с вами вообще не говорим, нам его просто некогда учитывать. И итоги получается, что у нас с вами рабочих сделаем, к примеру, 10 часов. Это с утра часов 5 пашем и вечером часов 5 пашем эти 2 человека. Итак, у нас получается 833 часа делим на 10 часов. Получается 83,3 дня. Ну или практически 3 месяца будут работать эти 2 человека. Май, июнь и июль. Да, я говорю уже про дожди, времени вообще абсолютно нет считать. Да, это дело не пойдет. Это слишком долго, никто нам так не даст. Нанимать придется все равно к минимуму 4 человека. Ну, а сколько платить этим 4 человекам? Ну, за 10 часов, я думаю, минимум 2000 рублей это точно нужно платить. Потому что работа это очень тяжелая. К примеру, посмотрите, штиль, опрыскиватель, он весит примерно 12-14 килограмм. Плюс вода, почти 15 литров, плюс бензин. Итого мы получаем чистыми 25-30 килограмм. Некоторые опрыскиватели, например, цифарели, они еще больше весят. Попробуйте, допустим, если у вас есть ребенок, и он весит по 30 килограмм, возьмите, чтобы он вам на шею залез и держался, и походите с ним. Сколько вот вы проходите? Так вам надо так будет 10 часов в день ходить. В костюме слабодышащем и в противогазе, но еще в резиновых сапогах. Уже подумайте, что эта работа не из легких точно. Я уж не говорю о том, что все будет чесаться, если вы не будете соблюдать технику безопасности и прочее такое. Итак, мы с вами получаем 2 человека, это 833 часа. Или на одного человека 1666 часов. И в итоге мы с вами получаем на четверых это 333,2 тысячи рублей. Округляем, 330 тысяч рублей надо отдать работникам. Меньше точно нет. Причем я говорю, что это не та работа, которую, ну, как примеру, мы с мастером делаем вдвоем, если ездим. Один на машине возит, другой обрабатывает. То есть один пока отдыхает. И в целом рабочего времени чисто в этом может вообще получиться 2-3 часа в день. Тут надо пахать. Вот 10 часов работы. Но все-таки, если мы с вами будем как-то приближаться к закону и к человечности, сделаем, посчитаем 8 часов работы. И тогда получается необходимо, 8-часовая рабочая смена, и тогда нам необходимо будет заплатить 416,5 тысячи рублей мастерам. 416,5 тысячи рублей. Помните, да? И 500 рублей, наполеон, еще препараты. Цена уже близится к миллиону. А теперь давайте посмотрим еще третий пункт. Налоги и остальные расходы также. Не считая, допустим, наших таких... Попроще всего посчитаем. Это не считая какой-то эквайринг. У нас, к примеру, упрощенная система налогообложения доход. Это будет 7%. И с 1 миллиона мы заплатим налогов в 70 тысяч рублей. Ну, вот они как раз... 416 плюс 70 тысяч, полмиллиона. И на препараты полмиллиона. И вот он. Миллиона-то уже получается-то и нету. Суммируем, да. 500 препаратов, 416 работа, 70 налоги. Без копеечки миллион. А теперь давайте подумаем, какие другие затраты необходимо предпринять на наше с вами вот это интересное дело. Так, во-первых, это обеспечение контракта. Я давненько в этом деле уже в контрактах не участвую, поэтому я не буду говорить и не знаю, сколько это точно. Но чаще всего оно, насколько помню, необходимо. Также откат. Да, чтобы выиграть хороший тендер, некоторым приходится платить откаты. Что такое откаты? Да, кто-то скажет, что их не существует. Откаты, знаете, такие... Машину ставят под колесо, чтобы она не откатывалась. Вот, да, вот такие откаты, к сожалению, не редкость и в наше время. Итак, средства индивидуальной защиты. Это костюм, который стоит тысяча-полторы рублей. Нормальный, если костюм не в тряпочку или какую-нибудь мешковину одевать мастера. Нормальный костюм. Ненабедренная повязочка тоже не подойдет при этой работе. Этот костюм, причем, чаще всего за 2-3 дня плодотворной работы он просто порвется. Их поэтому будет надо несколько. Если уж так совсем в идеале посчитать, ну и костюмы будут, если рваться, к примеру, тайвики, они будут рваться хоть как. За 42 дня это 14 костюмов, это 14 тысяч рублей. И на 4 человек под 70 тысяч рублей получается на одни костюмы. Ну, костюмы, тут, ладно, это отдельная строка, тут более прочные, можно покупать. И, конечно, все это будет подешевле. Но те же самые противогазы. Человек без противогаза работать не будет. Он у вас умрет в первый же или во второй день. Так, противогаз это от 3 до 14 тысяч рублей он в среднем стоит, если брать Тремовский. Итак, получается, если на 4 человек, это от 12 до 56 тысяч рублей просто, чтобы выдать каждому по противогазу. Сменные фильтра, это тоже необходимо будет учитывать. Также бензин, прицеп, куб, на котором подвозить воду, амортизация транспорта, это тоже нужно все учитывать, если мы хоть немножко соображаем в экономике. Бензин, масло к опрыскивателю, а масло стоит недешево, да и бензин тоже в опрыскивателе едят немало. Ну и сами опрыскиватели. Мы можем, конечно, купить опрыскиватели более дешевые. К примеру, это Чемпион. Ну, я почти что уверен, что за такую мощную работу, но они на это не рассчитаны. Они у вас достаточно быстро умрут. Берем штиль. Штиль стоит сейчас, по-моему, под 50 тысяч рублей. Можно купить Цифарелли, некоторых других фирм, Эхо, Леомак и так далее, но они, по-моему, вообще 70-80 уже стоят. Итак, сколько нам надо штилей? Ну, если у нас 4 работника, 2 штиля минимум, а так-то даже бы лучше 3 взять, потому что где-то упал, где-то что-то сломалось, где-то что-то подвел, а время у нас с вами вообще абсолютно нисколько нет. Итого, еще 150 тысяч рублей на штиле. Конечно, после этой работы они у нас с вами останутся, но амортизацию их тоже нужно учитывать. И поэтому, если мы регулярно зарабатываем эти миллионы, в год, я думаю, как минимум один штиль все равно покупать придется. Ну и теперь, самая интересная сумма. Вот этот 1 миллион, который мы с вами посчитали на 500 гектар. Это цена просто начальная у контракта. Иногда у контрактов падают цены по дезинфекции, дератизации на 80-95%. Ну, к счастью, с акарицидкой такое не проходит, все-таки не так сильно цена падает. Но в среднем это не 2-2,5 тысячи рублей за гектар, как идет цена первоначальная. Это остаточная цена идет за гектар примерно 1500-800 рублей. Представляете, от 1500 до 800 рублей. Очень часто вот такая цена идет за гектар. Напомню вам, что по препаратам, если нормально покупать, это уже просто цена за бутылку препарата, которую нужно потратить, не считая всего остального. А тот препарат, который некоторые указывают, стоит по 3000 рублей, это уже в 2 раза дороже. Итак, как возможно делать дешевле себестоимости препарата акарицидную обработку? Как это вообще возможно работать в жару, в дождь, в костюме, в противогазе? Поэтому подумайте, как делается обработка. Да, к сожалению, это так. И большинство из нас с вами, когда ходят по весне на кладбище, когда гуляют со своей собакой, когда отпускают детей, они приносят домой клещей. А почему? А потому что теперь вы знаете, за какие деньги обрабатывается территория городов. Опять-таки, я не буду говорить, что это всех городов. Я просто взял пример лишь несколько таких объектов. К примеру, мой лично город обрабатывает. К примеру, в том году сделали за цену контракта около, по-моему, 300 тысяч рублей. Сделали, опять-таки, не берусь точно, насколько я помню, в ВКонтакте, в их группе была информация, что они чуть ли это сделали не за один день. Прошли, проехало дымное шоу генераторами горячего тумана. Просто все это дело затуманили по-быстренькому и уехали, взяв с собой деньги. Конечно, я вообще противник того, чтобы по аккоррессивной обработке работать генераторами горячего тумана. Несмотря на то, что я недавно был на обучении и вроде бы мне как сказали, что перитроиды не так не успевают. Они обезвредятся, выходя в форме пара, в форме вот этого тумана. Хотя, по сути, мне кажется, что все равно часть должна теряться и должна нейтрализоваться. Все равно той нормы расхода, как мы сказали с вами, считали в начале, 100 миллилитров на метр квадратный, ее никак не получится. Это просто, в основном, просто дымное шоу. И мой город тому подтверждение. После этой обработки клещей было просто тьма. И я считаю, что Роспотребнадзор должен более серьезно относиться к этому. И после обработки по таким тендерам проверять, проверять, смотреть, есть ли клещи или нет. И если кто-то взял территорию города и вот так сделал ее, лишь бы как бы, то необходимо, да пусть переделывают, чтобы неповадно было брать вот такие дешевые тендера. И тогда, возможно, цены будут расти. И никто не будет. Как в некоторых городах, раньше была цена за акрицидную обработку, это 10 тысяч рублей за гектар. Вот за 10 тысяч за гектар можно, реально можно сделать обработку качественно профессиональной бригадой. Кстати, про обученную профессиональную бригаду я аж вообще не говорил в этом видео. А сейчас я покажу некоторые видео о том, как проходит обработка в моем городе проходили. Потому что одно дело тендер на мой город, как бы одна фирма брала. И сейчас покажу некоторые вырезки вставки, кстати, вот из этого, того, как город обрабатывался в том году 2021 году. А теперь посмотрите, такая ситуация. Поехали мы тоже с мастером на акрицидной обработке. И я встречаю вот такую картину. Обработка. Человек без защитного костюма. Вообще, кер... В кепке. У него, по-моему, даже очков нету. Ну, как-то так обрабатываются участки. Обратите внимание, что этот человек без костюма, без противогаза нормального, без защиты какой-то, без перчаток. Когда я к нему потом подъехал, он говорит, что у меня нет костюма, он порвался у меня. Он просто показал мне одну какую-то свою молнию от костюма. И вот так вот работает. Потому что взяла какая-то екатеринбургская фирма, отдала вот этому человеку, он таксист, отдала ему работу и говорит, на работу. И вот он, парень, с утра до вечера пашет за копейки и работает, выполняет этот тендер. Также, если вы просто ведете в поиск какую-то акарицидную обработку, вы можете очень много, видите в YouTube, очень много таких кадров увидеть, где люди работают явно непонятно какими концентрациями, какими растворами. Потому что в том виде, в котором они это осуществляют, обработку, ну это невозможно сделать. Человек просто загнется, человек голову вечером в морозилку засунет, потому что все будет щипать, сжечь, и он получит какое-то отравление достаточно сильное. Поэтому в основном это просто делается в большинстве случаев для отвода глаз. А еще, посмотрите, один из подписчиков прислал мне видео, как производилась обработка, по-моему, летнего лагеря. Посмотрите на экраны. В разгар белого дня парень ходит, что-то поливает. Раз прошел, два прошел, дети бегают. Уважаемый, а вы от чего обработку делаете? От чего, говорю, обработку делаете? Сними наушники. От клещей. От клещей? Да. То есть вот сейчас получается в разгар белого дня вы здесь от клещей обрабатываете? Да. А каким препаратом? Цепериметрин. Цепериметрин? Так, а ничего, что здесь дети бегают. У вас ни табличек, ничего нет, ничего нет. Что? У меня договор. И что дальше? Ладно, я, короче, обрабатываю. А вы разговариваете здесь, если с администрацией, окей? Я со мной. Я обычно рабочий. Я понял, как организация называется? Администрация. Я понял, а как зовут тебя? Артур. Артур, ты по договору сейчас с цепериметрином обрабатываешь в присутствии людей. Там прошелся, здесь прошелся. Я же вам сказал, претензии не ко мне. Я сейчас без претензий. У тебя вообще есть какой-то квалификация? У тебя корочки есть дезинфектора? Так, короче, я погнал обрабатывать. Я больше не буду говорить. Я вас понял, вы рабочие этой конторы? Короче, просто среди бела дня ходит цепериметрином обрабатывает. Просто травит людей. Смотри ко мне, сынок. Вот только что проявилась аллергия у ребенка на ядохимикат, цепериметрин, которым сейчас компания, как утверждал молодой человек, обрабатывают при людях. Сынок, чешется? Да. Сейчас поедем, зафиксируем все это. Вот пробежался парень, видите, весь красный? Это такая аллергическая реакция. Ребенок сейчас пробежался конкретно по обрабатанной территории, который ни табличек, ничего. Отлично. И вот это еще одно наглядное подтверждение тому, как производится акарицидная обработка во многих местах. Но что делать, к примеру, в таком случае, подумают некоторые дезинфекторы? Я прекрасно вас понимаю. Бывает так, что мы приезжаем за 100 километров, а там ничего не готово. Ходят люди. И что делать, кажется? Ну, дорогие, а что делать, если бы вы работали, к примеру, по работе по разрушению зданий, приезжайте, а там все еще находится семья? Вы будете рушить это здание? Ну, нет. Конечно, заказчик должен выплатить за неустойку, тем не менее, мы отвечаем за жизни и за здоровье людей. И нельзя к этому относиться с пренебрежением. Нужно к этому относиться серьезно. Поэтому цены за акарицидную обработку необходимо делать адекватными. Либо вообще лучше не браться за такую работу. Я знаю коллег, некоторые работают по акарицидным обработкам просто с утра до вечера и пашут как кони, можно так сказать. А кто-то делает качественно, на совесть, аккуратно, практически по минимуму вредит своему здоровью, потому что нельзя, конечно, сказать, что работать с ядами, но абсолютно никак не вредит. Но делает все это максимально качественно, открыто, прозрачно, безопасно и получает те же деньги, а то даже и больше, чем тот, кто берет огромное количество объектов. Поэтому скоро уже весна совсем, буквально через недельку. Желаю всем здоровья, не болеть ни болезнью лайма, ни бородиозом, ни энцефалитом. Ну а тем, кто занимается обработками, относиться к своей работе серьезно и с достоинством. Дмитрий, компания Мирдес.